привет народ продолжаю снимать свое видео не так давно на моем канале был ролик где подводил итоги 2020 года и пытался сравнить что в моих условиях наиболее эффективно на джиг и микроджиг или мармышинг также в этом видео показывал какие приманки наиболее эффективные оказались в моих условиях в микроджиге наилучшим вариантом для меня оказались для рыбы наш оказались приманки от рыболов кемеров они живут а это копия polaris а под названием киллер длина четыре с миллиметра но именно вот такого цвета кто нибудь если я думаю камера 5 навред темно-красный синими блестками не знаю насколько работают именно блестки но цвет такого прямо такого оттенка на алиэкспресс найти не удалось пришлось купить запас в той же самой волки привовли на мармышку спидингом то есть мармышинга наиболее интересной для меня приманка оказались приманки от люр макса которая называется red bug красный жук заинтересовали меня не только в плане мармышинга еще и тем что можно например легко модифицировать то сделать вот такой покороче 2 2 шарика или 3 оставить чтобы влезла на любой крючок мармышки но и размер приманки вполне позволяет разместить там нормального размера крючок для нано джига использовать эту приманку уже с маленькой чебурашкой джиг головкой размеры приманки универсальны поэтому и в связи с покупкой crazy fish nano zero is и с тестом до полутора грамм возникла идея половить такими приманками но в качестве нано джиговых приманок то есть вот то удилище джиг головки или там чебурашки с весом грамм и вот такого плана приманки но хотелось расширить какой-то ассортимент цветовой особенно потому что только красный в принципе универсальный цвет хотелось бы что-то еще другое но у макс я не нашел других модификаций данной приманки поэтому как только на алиэкспрессе появились копии или не знаю там подобные приманки уже без какого-то названия под названием просто soft warm мягкий червяк купил две баночки видите одна желтая получается приманка другая красный оттенок немножко отличается здесь получается темно-красный опять же вот все-таки темно-красный лучше работает чем более яркий но посмотрим насколько хороши китайские баночки несколько другие чем привычные уже нам и мне не совсем понравилось что прилипают крышки потом есть шашлы открыли часть окажется на траве в целом очень похожие приманки материал чуть более мягкий ароматизатор рыбные присутствует в принципе я думаю тоже самое тоже будет работать очень красиво на свету ярко-красный цвет переливается так то же самое для мормышинга и нано джига собираюсь использовать желтая в игре желтый выглядит несколько по-другому но смысле другим цветом к сожалению по сравнению с баком чуть больше приманок в упаковке с оторванными хвостиками или короткими хвостиками но в целом материал довольно мягкий я думаю и даже с коротким хвостиком ловить будет вполне себе неплохо сутковатый какой-то немножко запах заинтересовали надписи на коробочках самих во первых наклейки есть на на них не проставлено ничего точки пустые то есть по идее их должны отмечать какая там внутри приманка но это и так как визуально видно но заявлен розовый которого не было в продаже но желтый и красный желтый красный я купил и запах двух вариантов рыбный и кукурузный соответственно надо будет смотреть если появится розовый то обязательно куплю что приманки интересные цена не сказать что прям дешевые нормальный для с учетом того что здесь их довольно много и того что это алиэкспресс все равно люмак стоил дороже но их и тут и больше где-то в два раза поэтому будут поглядывать на алиэкспрессе появится ли розовый и еще доехали с алиэкспресса пару упаковок приманок для микроджига на на джига это от фирмы суперконтинент их вариант там ты них интересное сочетание цветов есть этой осенью довольно неплохо сработали танты этого же производителя только красно зеленая то есть красный низ зеленый верх ну или наоборот как насадите поэтому купил на всякий случай еще других цветов то есть вот здесь фиолетовый и черный еще был у меня желтый и по моему розовый желтый и красный достаточно такие яркие контрастные приманки поэтому постепенно интерес к танте у меня появился потому что до этого просто поглядывал что она появилась такая приманка в этом году я попробовала в целом неплохо странно что окунь почему-то на эту приманку не особо позарился клевали именно щуки-щуряты так от биркинга доехали еще поларисы только вариант чуть более длинный чем полковский или там оригинальный поларис соответственно если тут 45 тут наверно получается 5 сантиметров или сколько там линейки нет под рукой сейчас просто две приманки рядом положу ну и соответственно цвет опять не совпал то есть того самого красного возраста вот здесь нет здесь такой ярко не знаю красно-оранжевый еще и прозрачный материал с мелким мусором и вкраплений видите да там хвостик ну получается 5 сантиметров 45 вот он самый идеальный на мой взгляд и эти чуть подлиннее но тоже рабочие заказаны меньшие вариации полариса сейчас которые будут вместе с этими приманками в нано джиге работать поэтому посмотрю что из этого получится как раз сейчас оттепель начались надеюсь что за неделю если вот теперь и будут продолжаться большая часть льда уйдет потому что у нас сначала морозы почти неделю шли довольно приличные за 20 на замерзало все к чертовой матери теперь очень долго я думаю придется ждать чтобы очистилась на речке очистились места где можно ловить на мормышку спиннингом либо на джиг микроджиг потому что ульса льда несколько поднадоело сейчас вот как раз глухозимие не очень результаты я бы сказал речка у нас маленькая рыба не так много что-то она в этом году вообще привередничает кроме мелкого окуня стабильно не клюет ничего как раз и стабильно не клюет редкие покрывки рыбы по покрупнее и хвалиться особо нечем поэтому жду возможности половить на что-то спиннинговые потому что уже руки чешутся как-то хочется новое все попробовать тем более есть разные снасти и совсем легкие потяжелее и новые приманки всякие появились все всем пока кому интересно ссылки на приманки выложу пишите комментарии смотрите ставьте лайки все всем пока и